Разных цветов и оттенков, фактур, прозрачные и полупрозрачные, стекла больших и малых размеров, которые спаяны между собой в единую картину. Это витражи. Лучшие образцы этого искусства создавались несколько веков назад. Они украшают зарубежные соборы и дворцы. Но и в нашем городе можно полюбоваться картинами в стекле. Витражные окна стали появляться в Курске в 70-е годы 20 века. Витражи делали клееные в то время. То есть брали брянское стекло и клеили на стекло бакетной смолой. Когда я приехал по распределению в Курск, уже были витражи клеены в универмаге. На лестничных площадках огромные витражи. Делал их Парашкин Владимир. Сегодня витражи советского производства сохранились в нескольких городских учреждениях. Одно из таких – бывший детский сад на Парковой. Картины из стекла изготавливали мастера художественного фонда. На 10 витражах – сказочные сюжеты с Иваном Дурачком, Царевной Лягушкой, Буратино. Есть и космическая тематика. Общую стилистику здания готической архитектуры поддерживают витражи католического костела. Их здесь 16, и по своему дизайну они близки к конструктивизму. Они появились еще до момента, когда храм перешел к католикам. Сейчас настоятель надеется, что получится установить новый витраж. Думаю, что может, поскольку храм есть в честь успения Божьей Матери, поэтому может быть представление Божьей Матери в какой-то форме. Богородица или успение Божьей Матери. Хотя икона Божьей Матери у нас есть уже в боковом нефе. Это может какое-то другое представление Божьей Матери. Не в успении, а только может с младенцем Иисусом. По современной технологии из разноцветных фрагментов можно выложить даже картины известных художников. Сейчас витражи делают из так называемого художественного стекла. Детали соединяются с помощью медной фольги и свинцовых протяжек. Существуют различные техники имитации витража. Это заливные витражи, фотопечать, пескоструй, фацетные витражи. Основным направлением все-таки является витраж техники Тиффани, потому что это классика, это настоящее. В этой технике, например, выполнен оконный витраж загородного дома. Здесь соединились старинное искусство и современные технологии. Окно высотой почти 8 метров разделено на секции. И каждый модуль собран в буквальном смысле по стеклышкам. Это не столько сложно, сколько очень тщательная работа, очень точная работа. Потому что для того, чтобы поместить витраж в окно, в такое, тем более, размер, ну и в принципе в окна, необходимо запаять витраж в стеклопакет. А это работа точная, вплоть до микрона. Поэтому очень важно попасть в четкий размер, чтобы на оконном производстве не возникло трудностей и уже впоследствии с монтажом. Чтобы все стало на свои места, рисуночек должен перетекать друг в друга. Цветной плафон с бабочками составлен из 300 деталей. 35 оттенков переходят один в другой, создавая единое полотно. Витраж можно сравнить с написанной художником картиной. Только в зависимости от освещения витраж играет каждый раз по-новому. Мы очень долго думали, что делать нам с нашим окном. Была идея занавесок, затемнение, всего прочего. Пришли к мысли дизайна. Потом возникло, как сделать этот дизайн. Долго думали с дизайнером, но за основу брали два аспекта. Это мою любовь к розам и любовь моего мужа к виноградам. Мы решили все это стилизовать в форме греческой колонны. И получилось в результате неплохое такое произведение. Витражи сейчас чаще всего становятся украшением частных домов. Вероятно, что в городские конструкции стекла и бетона они, к сожалению, не вписываются.